Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Примерно три случая на 100 тысяч населения. Хронический лимфолейкоз обладает крайними вариантами течения. Примерно в третьих случаях пациенты находятся под наблюдением и не требуют лечения. Другим крайним вариантом является трансформация Рихтера. Синдром Рихтера констатируется только на основании гистологического заключения. Самым частым вариантом трансформации хронического лимфолейкоза или лимфома из малых лимфоцитов является трансформация в диффузную Б-крупноклеточную лимфому. Это так называемый классический синдром Рихтера. Гораздо реже встречаются трансформации в лимфому Ходжкина и плазмопластический вариант. Вот ключевые молекулярные нарушения, играющие роль в патогенезе истинного синдрома Рихтера. Мутации в генах ТП-53 и НОЧ-1, активации МИК, утрата активности CDKN2A. Когда же мы можем в клинике заподозрить развитие данного синдрома? При резком ухудшении самочувствия пациентов, при появлении Б-симптомов, асимметричном и быстром росте определенных групп лимфатических узлов, появлении экстранодальных локализаций. В лабораторных исследованиях мы можем увидеть рост уровня ЛДГ и БТ-2 микроглобулина, а из данных анамнеза узнать о плохом ответе на предшествующую терапию и о большом количестве линий предшествующей терапии. В последнее время одной из важных ролей в диагностике синдрома Рихтера является исследование ПЭТ-КТ. Если при данном исследовании мы видим активное накопление радиофарм препарата в определенных группах лимфатических узлов, которые составляют более пяти, желательно сделать биопсию данных локализаций для подтверждения или исключения синдрома Рихтера. В нашем клиническом наблюдении речь пойдет о молодой женщине, 88-го года рождения. Впервые себя заболевшей она считает с октября 2016 года, когда появилась боль в горле, болезненность при глотании. Через пять месяцев пациентка отметила увеличение шейных лимфатических узлов. В общем анализе крови отмечался лимфатический лейкоцитоз, в биохимическом изолированное повышение АЛТ. По месту жительства пациентке была выполнена биопсия лимфатического узла и заподозрена фолликулярная лимфома. Пациентка была направлена в онкологический центр Блохина. При ультразвуковом исследовании определялась генерализованная лимфоденопатия шейной и шейно-надключичных областей справа. По данным миелограммы лимфоциты составляли 20%. По данным трепанобиоптата данных за поражение костного мозга при периферической бэклеточной лимфоме не получено. При пересмотре гистологических препаратов в онкологическом центре Блохина наряду с малыми лимфоцитами имеются множественные очаговые скопления более крупных лимфоидных клеток типа пароиммунобластов, а также центры роста. Доказана бэклеточная природа опухолевая. Опухолевые клетки экспрессируют CD20, CD5, CD23, BCL2. Индекс пролиферативной активности до 15%. Таким образом установлен диагноз бэклеточной лимфомы из малых лимфоцитов хронического лимфолейкоза стадия А по Бене. На тот момент пациентке не было показаний к началу лечения. Она находилась под активным наблюдением. Однако через три года, в октябре 2020 года, она отметила появление отека в области верхней челюсти справа. По данным компьютерной томографии, определялось объемное мягкотканное образование в области альвеолярной отростка верхней челюсти размерами 28 на 16 на 18 мм. Пациентка была повторно направлена в онкологический центр. В анализах значимых отклонений выявлено не было. Уровни ЛДГ, бета-2 микроглобулина, сывороточных и моноглобулинов находились в пределах референсных значений. По данным мейлограммы, число клеток лимфоцитарного ряда было увеличено до 44%. Они характеризовались зрелоклеточным и беклеточным иммунофенотипом с утратой экспрессии CD5. При гистологическом исследовании данных за опухолевое вовлечение не было. При фиш-исследовании моносомей 17-11 хромосом не отмечалось. Однако при ПЦР-анализе были обнаружены клетки с мутацией в гене НОЧ-1. По данным гистологического исследования было описано опухолевая ткань строением крупноотлеточной лимфомы. Опухолевые клетки экспрессировали CD20, BCL2, CD23, MAM1. Индекс пролиферативной активности составлял уже до 60%. Таким образом, заключение звучало как диффузная Б-крупно-клеточная лимфома с постфолликулярной дифференцировкой нон-GCB типа. Иммунофенотипирование по криостатным срезам подтвердило эти данные. Пациентке выполнило ПЭТ-исследование перед началом терапии. Определяется объемное мягкотканное образование 57 на 46 на 49 мм с деструкцией тела и небного отростка верхней челюсти. Также отмечалось увеличение количества и размеров лимфатических узлов всех групп шеи, тазовых и забрюшинных лимфатических узлов. Таким образом, диагноз звучал уже как Б-клеточная лимфома из малых лимфоцитов Б-клеточный лимфолейкоз, трансформация в диффузную Б-крупно-клеточную лимфому синдром Рихтера с вовлечением периферических лимфатических узлов носовых пазух верхнего неба с мягкотканным компонентом в области альвеолярного отростка верхней челюсти. Лечение пациентов с синдромом Рихтера в основном проводится по программам терапии диффузной Б-крупно-клеточной лимфомы. Ответ на терапию обычно непродолжителен. Данные некоторых авторов по терапии с синдромом Рихтера, мы видим, что общая выживаемость данных пациентов не превышает 21 месяца, что, конечно, является крайне низким показателем. На данном слайде представлены подходы к терапии с синдромом Рихтера в российских клинических рекомендациях и в Соединенных Штатах Америки. Помимо стандартной иммунохимиотерапии, в лечении с синдромом Рихтера сейчас применяются всевозможные препараты, имеющиеся в арсенале онкогематологов. Это и биспецифические антитела, и картотлеточная терапия при возможности ее применения, и ингибиторы тирозинкиназа-брутона, ингибиторы контрольных точек. На наш взгляд, крайне интересным является применение ингибиторов тирозинкиназа-брутона второго поколения. Они позволяют достичь, применение околобрутениба позволяет достичь до 40% частичных ответов. На данном слайде представлен дизайн протокола, в котором пациенты с синдромом Рихтера разделены на тех, кто получает стандартную программу R-CHOP, а также R-CHOP с добавлением околобрутиниба. Данные этого исследования пока не опубликованы, но предварительные и вполне обнадеживающие. Таким образом, с 17 марта 2021 года пациентке была начата терапия по программе R-CHOP, и через месяц добавлен околобрутиниб в дозе 100 мг два раза в сутки. Лечение переносит пациентка вполне удовлетворительно, перерыва в приемах препарата не было, и снижение дозы препарата не требовалось. Через 6 месяцев проведена оценка эффекта. Мы видим, что в общем анализе крови лейкоциты составляют 5 на 10,9 на литр, лимфоциты среди них 14%. Биохимический анализ крови в пределах референсных значений по данным мейлограммы лимфоциты составляют 12%. По данным ПЭТКТ, через 6 месяцев от начала терапии отмечается резидуальная ткань с низкой фиксацией радиофарм препарата, а также нормализация размеров и активности остальных групп лимфатических узлов достигнут полный метаболический ответ. В настоящее время пациентка продолжает терапию, длительность ее составляет уже более двух лет. При последнем обследовании в этом году эффект сохраняется. Таким образом, хотелось бы сделать некоторые выводы. Синдром Рихтера – это одно из редких осложнений или этап прогрессии хронического бэклеточного лейкоза. Результаты лечения этого грозного осложнения на сегодняшний день нельзя признать удовлетворительными. Однако представленный пример демонстрирует обнадеживающие возможности использования ингибиторов тирозинкиназа брутона, в частности околобрутиниба, в лечении синдрома Рихтера. Благодарю вас за внимание.